Утренняя разминка Шучу, нифига это не утренняя разминка После того, как с вечера мы обнаружили полный килевой колодец воды Нам стало стрёмно И на дальнейший путь мы решили накачать тузик Чтобы было поспокойнее Здесь мы ночевали Друзья, теперь у нас есть видеоканал на Дзен Там выпуски выходят раньше, чем на Ютубе Подписывайтесь по ссылке в описании к видео Витя вчера нашел причину наполнения Я не смогу эту причину устранить Сразу предупреждаю Никто не это самое Не витайте в фантазиях Нашел причину наполнения нашего килевого колодца водой Скажи правильно, а то я сейчас неправильно назову Нет, причину Причину В подшипнике гудричи или дейд вуд Дейд вуд Смазка, которая воду не давала Внутрь поступать Вот он так себя ведет Но наш подшипник не оборудован отверстием Для дополнительной смазки его в собранном виде Я правильно понимаю? Чтобы его смазать Нужно по новой Делать все то, что мы делали В Кошкинском фарматоре Да? Ну не все то Нужно всего лишь поднять лодку Открутить его здесь Забить туда смазки И закрутить его обратно То есть все совсем разбирать не придется А сейчас ты что делаешь? Я пытаюсь туда хоть как-то Солидол забить Чтобы хоть какая-то Какая-то жировая просвойка там была Возможно, это поможет Ну, ладно Так, Солидол он без гидрофобных присадок Так что Попытка из уровня пластилина напихать Да, вчера Ведь я пробовала пластилином залепить Пластилин из фикс-прайса Для этой цели не подошел Говорю сразу Пока не капает Я больше уверен, что пока вал будет вращаться Но весь этот солидол разобьет Поэтому по манжетке Опять польется вода Ну, будем следить за уровнем Будем по утрам Также добавлять сюда солидола Других вариантов у нас равно нет Итак, наконец-таки мы собрались тантовать Витя пошел вытаскивать якорь Ветром крутит, Витя ветром крутит Я пытаюсь ему помогать Бревно поймали Ударились или что? Бревно поймали на якорь И что делать в этой ситуации? Сейчас будем вытаскивать Как будем вытаскивать? Сейчас натянем якорь? Повыше Попробуем столкнуться с его Победать Как прокручивать? А что там за бревно было? А, что это бревно было? Укопленное бревно Большое? Большое На этот раз мы якорь не потеряли Это радует А я поначал запаникала Когда это бревно ловит Что я его за якорь тащу Выходим на Судовой ход Надеюсь, меня хоть что-то слышно Сегодня в Туучах есть пока что Хоть какие-то просветы Напоминающие, что голубое небо существует Не то, что вчера Вчера прям вообще Марат был С самого утра До свидания, поселочек Как ручей Как ручей, да Пошел, мы на свою подругу Идем дальше В сторону Понеги Ну, в общем, когда якорь сопряется за бревна Еще удивительно, что нас не таскал Крепко держались Да-да Признаки жизни Признаки жизни плывут А то здесь вроде домики есть Людей нету Баржи будет редко Как-то совсем замечательно Одна лодка ночью плавала вокруг нас Светила в окна Еще бы на ночи плавать Не могли с днем подойти Ну, вечером, утром Я не знаю Им ночью хотелось Наверное, сети проверяли Пока никто не видит На такой метру решили добавить кусочек Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Впервые за два океана выглянуло солнышко Я не могла это не снять Как приятно Здесь начинается участок с односторонним движением Это по знаку Я вот про этот знак Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, теперь у нас есть видеоканал на Дзен Там выпуски выходят раньше, чем на Ютубе Подписывайтесь по ссылке в описании к видео Так, а куда дальше идти, ты видишь? Белые убежи, красные убежи Я тоже вижу Интересно, чем нас на Него встретят? Она тоже сегодня должна быть там все пути Не знаю, не знаю Не знаю, не знаю Там тоже есть диспетчер? Не знаю Не ожидали бы сегодня такого шторма Так, мы повернули Приходится менять галс Волна очень высокая Блин, почему на видео не передается? Сейчас ходила к детям в каюту Вышла И прям меня обдало невероятным запахом Огое Какого-то еще цветущего дерева Не знаю Не могу сказать Я не разбираюсь Но прям вот Такой приятный Хотя здесь лиственный лес вокруг Идем дальше по Свери Волна держится Ветер тоже Идем почти все сезло Хорошо Это за счетом того, что мы Идем против Свери Да там, друзья Здесь торчат камни Здесь Здесь Делефон Здесь Машины Присоем Здесь Рис Делефон 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 Портик Тут Выбуд mighty Сверху Здесь Так, решили пока свернуть парус, ветер пропал. Поскольку последние 2 суток у нас не было интернета, мы не знаем какая погода ждет нас на Онеге. Итак, мы прощаемся со сверью. На Онеге явно сильный шторм. Переждать у нас времени нет. Осталось найти вход в Канад и надеяться, что его глубина позволяет пройтись нашей осадкой. Там мост, да, сразу? По идее, да, за этого не мост, а вот этот мост был, я не знаю. Такое ощущение, что здесь мост взрывной. Они здесь раздвижные, да, здесь все раздвижные мосты. Мы пытаемся вот здесь шортануться к этому причальчику, чтобы понять на какой частоте и как вообще существует навигация в Канад. Так, шортовый здесь. Воу, все идут ругаться. Ну сейчас пусть скажут нам, как с ними связаться и уйдем. И на фантазии. И на фантазии. Витя сбегал, пока мы стояли на частном пристале, откуда нас упорно выгоняли, сбегал, взял номер, попросил точнее, чтобы открыли, открыли. И мы заходим в канал. Не только причальные стенки, здесь у входа, к сожалению, нету. Какой-то общественный. Вот такой здесь разводной мост. Понял. Канал узкий. Да. Дежурный по мосту сказал, что он не будет. По глубинам 1,8, что нам снова не устали. Держаться середины. Здесь провод. Какой-то целовальный какой-то. Страшно будет проходить, очень страшно. Это очень страшно. Видеть, мы пройдем?! А?! Пройдем've! Прошли же! Держание будет пролета. Держание будет пролета. 13-13,5 метра. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, теперь у нас есть видеоканал на Дзен Там выпуски выходят раньше, чем на Ютубе Подписывайтесь по ссылке в описании к видео Субтитры делал DimaTorzok Забыли снять те два кранца, которые повесили, когда швартовались к частному причалу, к которому нельзя подходить возле входа в Вонежский входной канал Вот сейчас поняли, где пошел сливать Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Решили сложить гену, чтобы случайно не напороться на топляк, которого здесь полно в самых неожиданных местах Все-таки без паруса маневренность лучше Ну и как всегда, беда не приходит одна Как вы помните, у нас с вчерашнего дня наполняется отгелевой колодец и тут сломалась помпа Чинимся на ходу, куда деваться Я пока откачал А где продаются такие штуки для меня? Вообще, похоже на обычную банку Надо только нужный диаметр найти и все Теперь осталось до выхода из канала Хорошо Впереди нас мост Поскольку мы не знаем, есть там кто-то или нет Диспетчер это тяжелый Есть ли какой-то график его разведения Надеемся, что там есть причал Вывешиваем кранцы Вот видите, вешает кранцы Чтобы причалить и там уже разбираться Стенка у них, судя по всему, слева Вывешиваем кранцы еще и налево Вывешиваем кранцы еще и налево Главное, что диспетчерство не вижу Ведь я тоже не вижу, мне надо определиться, где мы швартуемся Вон у них там, белая избушка за деревом Да, давай хоть еще нюх А? Ход медленней Так у тебя же ход Итак, мы пытались Причай на стенке, которая маленькая, без Господи, уток Как и куда проходить, на какую сторону Я не поняла На какую сторону будет отходить этот Витя, на какую сторону будет отходить? На эту, на ту? Мне нужно дать ему дать, потому что будет так разворачиваться Назад, да? Да Нет, ну туда, здесь Так, сейчас мы можем отходить назад Все, отхожу? Да, назад У него сантофор загорится Спасибо, счастливо! Спасибо, до свидания! Нам около 10 минут осталось идти по Онежскому подному каналу И мы попадем в Волгопад А там рукой подать до Вытигры Где остановимся на ночлег Мы покидаем Онежский обводной канал И выходим в Волгопад Мы теперь идем Не вверх, а вниз по течению Давай Неужели тоже лесовоз? Здесь лесовоз, да Опять лесовоз У нас, видимо, больше ничего не видно СтК 1036 Да-да-да, у них тут гнездо Сразу за ним идет еще один такой же лесовоз Сразу за ним идет еще один такой же лесовоз Загружен по самые якоря Покуски Покуски 10 Ага, капец На встречу нам продолжают Один за одним Такие большие кораблики Это Волга нефть, да? Да А сейчас мы проходим местечко, где грузят на барже все эти стволы древесины Древесины Вон, погружка прямо сейчас на растет Покуска там или растет Не знаю, подаем посмотрим Мы решили вывесить кранцы Надеемся приспортоваться где-нибудь у печальной стенки Потому что нам нужно обязательно заправиться здесь Ну, так же очень желательно выбросить мусор И сходить в магазин Кранцами мы любим заниматься заранее На нем последний момент бегать Так спокойнее и надежнее Разгрузка 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 Он же всех посыпучи забирает Открытый ковш поднес Сейчас закроет его, понесет обратно закрытый Да? Да Вон, видишь? Открытый ковш поднес Сверху Сверху Ладно Сейчас мы будем сходить обратно Я не поняла, что это ковш В самом деле А мы движемся дальше Последние лучи солнышка Освещают нам дорогу Скоро солнышко окончательно спрячется И мы будем уже еще двадцать секунд Так, на входе в вытигру Сплошные дрова Ну, не дрова, конечно, а древесина Древесина, древесина И пахнет сосной Запах просто, вот знаете Я не знаю, только что купленной Или только что изготовленной меблей Деревянной, непередаваемой запах Я полдею в таком вот напах Напах дерева Только что срубленного, свиренного дерева Мы сейчас пытаемся поудачнее засмартоваться Уточняем У людей, которые здесь ходили, где они швартовались Куда лучше пойти Ну, по этой смысле, куда повернуть Чтобы правильно швартоваться А не какое-то кафе У нас никаких кафе буквально нет И по бюджету тоже После поворотов будет нефтегаза А потом городские Город начинается И там можно швартоваться везде Там просто городская набереж Там реально можно швартоваться? Или как зайдешь в городскую набереж Там везде Ну, если на них швартовались Значит, наверное, можно Везде знак не швартоваться Поворачиваем налево в сторону А швартов остается справа И завтра мы Вытекли Надеемся Заправимся Забудемся Выбросим мусор И уже Выйдем сюда Швартов Здесь База Ну, мы эти провода в главное пройдем уже, да? Пройдем, пройдем 15 метров Видишь? А вон то бетонное Или это к какому-то там учреждению относится? Ну, я думаю, к нему как раз и можно и то самое Так, встали мы возле какой-то промзоны Стремное место, если честно Еще кучу молодежи и ручь Витя перевешиваю кранцы Приехали! А здесь вообще что-то территория, она не закрытая? Не знаю Витя вышел, прогулялся и увидел, что здесь есть бетонный причал Вот этот Вот этот И мы решили переставиться сюда Ну, здесь, конечно, интереснее, интереснее Чем там, где мы были Витя И это буквально вот здесь 200-300 метров Я на носу Готовлюсь упрыгивать и свартовать Так что свартовку снимать не буду А здесь такой вот стойник кораблей Четыре вида Может, какой-то заберемантный завод И мы снова вернулись на тот же причал Потому что там ударились дном Оказалось мелко Поэтому будем стоять здесь Вот в таком стремном месте Мы будем ночевать Хотели подойти вот сюда Но там не смогли подойти Просто дном уперлись И все В этот день мы прошли маршрут От поселка Гакручей до Вытигры Который составил 106 километров Друзья, теперь у нас есть видеоканал на Дзен Там выпуски выходят раньше, чем на Ютубе Подписывайтесь по ссылке в описании к видео